всем привет вот попалась нам новая красивая машинка вот с проблемками по крыше машина стояла под подъездом и вот тут раз вот мятина два вмятина в общем досталось по крыше ей бедненькой жалко конечно хорошая машинка шкодная вот rapidic и вот так вот не повезло здесь такие заломы ну собственно речь не об этом я хочу немножко показать как разбирается крыша в данном случае вот мы начинаем заниматься с того что снимаем вот эти ручки тут их 4 штуки как они снимаются сейчас я показываю к сожалению приходится вот и снимать и вот так выводим одну часть вот бачок сюда и вторая часть вот резкость навелась вот за вот этот выступ и он отщелкивается сейчас продолжаем вот таким вот съемником пластиковым как раз вот эти усики один из них вот он подходит вот сюда видно да снимать тяжело конечно зацепляем вот в этом месте и снимается ручка она на таких защелочках и она выше остается такое место и вот они эти наши защелочки вот так они они выходят сами когда вот отодвигается вот эта часть выходит из замочка и все вот сняли мы их я кстати прошу прощения забыл сказать сразу что снимать клемму на этой машине можно вот никаких последствий не будет так что прежде чем разбирать надо снять клемму с аккумулятора продолжаем дальше продолжаем дальше вот эта часть козырёчка снимается поддеваем как бы вставляем вот так между отверточку и вот так как бы поддеваем здесь она сейчас покажу ведется резкость вот такая вот защелочка она довольно легко отходит и там надо будет поддеть дальше и выкрутить здесь снимается поддевается вот здесь вот засовываем отверточку вот так и снимаем вот здесь она довольно таки легко выходит у нее вот здесь внутри вот они две защелочки вот и довольно легко она вот так вынимается здесь без проблем вот мы и сняли также и здесь вот остается небольшое отверстие вот продолжаем дальше здесь отщелкиваются две защелочки таких вот сверху и снизу вот так они выглядят вот надо помнить что все это делается как специально одноразовая вот здесь я одно ушко даже аккуратно действуя вот отломил придется клеить такие вещи на это у меня есть клей космофен выручает таких ситуациях но действительно все сделано настолько жиденько что не сломать ее иногда не представляется возможным вот я снял эти заглушки сверху и снизу теперь надо снимать сам козыречек продолжаем дальше все по порядку значит надо снять вот эти центральные стоечки вот здесь данном случае она снята вот здесь один саморезик у нас вверху вот сейчас покажу все по порядку как снимается данном случае я саморезик приклеил здесь вот такие защелочки с боковых тонкой отверточкой надо поддевать и потом выкручивать саморез и снимать продолжаем дальше как снять вот эту стекляшку вот она стоит у нас вот так в данном случае снимать ее надо вот так поддевать за серединку вот здесь и вот так почему потому что вот они фиксаторы гладкие а вот они ушки которые вот у нас их вот раз два три ушки они вкладываются сюда и вот так вот таким образом за серединку вот таким съемником можно значит всего этого добиться что дальше здесь у нас как снимается но это я думаю понятно вот они цанги такие металлические две штучки снимается у нас в принципе держится сейчас вот я специально не стал здесь снимать здесь и вот они саморезики тоже вот два здесь и в принципе вот уже тут я освободил крышу вот видите она уже как бы в свободном полете вот поэтому я сейчас по порядку засниму дальше что как делается здесь я думаю понятно вот слева справа там саморез потом отщелкиваем вот такая вот штучка у нас отщелкивается то же самое с одной стороны у нас цанга с другой стороны у нас пластик который тоже заходит в свою очередь металлическую цанга пружинистая то есть с одной стороны сюда заходит другой стороны сюда ну вот и все и здесь уже крыша ни на чем не держится отводим его в сторону болты так чтоб не теряться я на всякий случай его приклеил скотчем пусть лучше так будет и мне так спокойнее ему спокойнее дальше разбирать нет смысла вот сейчас покажу как сзади все это делается тоже все довольно просто вот два металлические ну это мы уже проходили да вот как снять ручки вот заводится вот сюда вот в уголочек вот и вынимается к себе и потом она отщелкивается здесь по центру еще вот отверстие маленькая клипс очка и вот эти боковинки здесь здесь металлические цанги вот две штуки и просто заводится вот такие шип шип вверх вниз 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 потихонечку отводим сняв резинку и вот так все плавно разбирается и в итоге у нас крыша уже вот мы можем видеть она как бы свободном полете вот теперь осталось снять передочек опустить сиденье и заглянуть что же там внутри продолжаем дальше нашу работу вот сейчас будем снимать вот эти вот два саморезика выкручивать вот такие они у нас берем и скручиваем я это снимать не буду решили снять как это все снимается вот она стоит у нас вот так вот это правая сторона вот сверху что делается для съема что надо делать необходимо пропихнуть вот в это отверстие подожди не торопись плохо видно она попадает куда вот вот эту вот железячку так легким поворотом железячка отгибается фиксация снимается вот так вот их по очереди отгибать и снимать фикса 4 1 слетел также здесь здесь продеваем отверстие отверточку также вот мы отгибаем при постановке на место отвертка вставляется между ними и они разгибаются чтобы все фиксаторы фиксируются да вот так сделали специально чтобы так чтобы менять это дело нужно было официалов да либо просто покупать новое да то есть сломать а потом купить новый какой-то спец ключ который скорее всего в жизни в свободной продаже не пустят ну в общем я конечно говорят честно не понимают поэтому я и видео снимаю потому что видео такого я не видел в интернете раз машинка попалась такая вот а сломать легко и просто любое да и в принципе все сделано в этой и в других машинах так чтобы ты чего-нибудь сломал и естественно потом в 10 20 цен уже в 3 дорога не получается все это заказывал и покупал то есть либо ехал к официалам а там сколько скажет столько и платил вот такой вот я тут пару мест конечно в лес там чуть нашкодил но я думаю с помощью клея я это устраню но что делать вот так вот специально делается чтобы она ломалась а потом покупали запчасти но собственно потолок слава богу сняли вот тут даже бирка вылетела нигде не приклеенная что эта машина skoda сделано в русской федерации ну и так далее на потолке небольшой сюрприз но скажем так небольшой а без шумочка есть но я думаю с ней справиться особого труда не составит меня почему потому что ну как бы это на клею просто-напросто попона вот и как бы не страшно но бывают попадаются такие что не дай боже вот там бывает скучно когда закатана типа как вот на крыше стелят вот такая вот здесь у нас как бы усилители есть на крыше такой металлический здесь вот так сжимаем их туда вниз пропихиваем и сверху и вот здесь на маленькой защелочки выщелкивается элементарно вот отсюда сбоку то есть можно фонарик не разбирая выщелкнуть и в принципе все ну вот она и у нас крыша видна еще одна удобная это как бы бонус этого автомобиля что можно крышу снять и через заднего вот это окошко или как через пятую дверь снимать эту крышу убрать в удобное место чистое чтобы она тут не пылилась все равно как бы вот в каком-то чистом месте но в другом допустим помещение поставить и пусть она там стоит по когда она пригодится вот а самим брать и работать удобно залазить подлазить данном случае крышу придется как бы серьезно заниматься и поэтому все это лишнее может мешать или же можно по неосторожности все продумать нельзя можно что-то где-то повредить поэтому лучше этот потолочек его как бы снять и унести в такое место где он спокойно будет храниться до установки с на этом как бы все же я не вижу смысла дальше снимать поскольку все разобрали все аккуратно получилось кое-где конечно опять же вот эти защелки и я не стал снимать все здесь снимается элементарно надавливаешь на клипсу которая видна в отличие вот от вот этих козырьков которые сделаны специально чтобы либо спец ключом либо еще чем-то с ними заниматься ну короче говоря сделано специально чтобы вы чего-нибудь поломали это вот лично мое мнение ладно не будем нагнетать обстановку в общем-то на этом все всем спасибо я просто решил снимать попадается машинка там допустим в разбор или какие-то детали снимать и выкладывать кому-то это поможет почему потому что все машинки немножко разные вот там автоювелиру бы выложил по моему опять или еще какую-то другую машинку там дети выложили как снять потолок она это нет и везде есть свои фокусы и нюансы легче вот так посмотреть допустим а где как что устроено вот хотя бы даже вот из таких видео вот и спокойно разбирать не дергаться и не ломать ну или ломать уже смело как говорится знаю что там очень тонкая ладно всем спасибо пока пока удачи